Сегодня, 7 февраля 2017 года, впервые празднуется День российского бизнес-образования. Инициатором праздника выступила Русская школа управления, которая стояла у стоков современного бизнес-образования в нашей стране. Дата выбрана не случайно. Февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим с нашими гостями об этом и не только. Напомню, телефон нашей студии 2-16-38, мы работаем в прямом эфире. А сегодня у вас будет возможность задать вопросы нашим гостям. Сегодня у нас в гостях Виталий Ибаев, начальник управления экономики администрации города Лабытнанги. Рядом с ним Милана Бигбова, председатель Союза предпринимателей. По левой руке от меня Денис Любаев, руководитель проектного бюро «Консоль». Далее Анастасия Суворова, индивидуальный предприниматель. И Алексей Яковлев, представитель в городе Лабытнанги, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ямал-Нинском автономном округе. Всем добрый день. Так или иначе, вы неукоснительно связаны с бизнесом, с бизнес-сообществом. Поэтому вполне могу поздравить вас всех с праздником. Ну и вначале, конечно, я бы хотел сказать, что День бизнес-образования в России призван напомнить, что учиться никогда не поздно, а инвестиции в развитие людей, принимающих решения в предпринимательской деятельности, это самый выгодный вклад. Так ли это на самом деле? Что касается образования предпринимателей, знаю, что сейчас даже грантовую поддержку какую-то невозможно получить без своеобразного образования. Да, вообще тема очень интересная, и мое мнение, что она особо интересна в контексте даже школьного образования, потому что, несмотря на то, что учиться никогда не поздно, лучше, чем раньше, тем лучше. То есть на ранних стадиях уже заливать какие-то экономические знания в людей? Совершенно верно. И данный вопрос, он широко сейчас обсуждается, в том числе на сайте Российской общественной инициативы есть такая инициатива, как введение основ предпринимательства в школьную программу для учеников старших классов. Я считаю, что это вполне обоснованно, потому что ментальность, она закладывается более в раннем возрасте. И если говорить о том, что общество давно уже поддерживает предпринимательство, относится положительно к данному виду деятельности, то предпринимательская активность, как таковая, она остается достаточно низкая. И около 5-7% выпускников школ только планируют открыть свое дело. Большинство выпускников все-таки планируют работать наемными работниками, где-то в органах власти, в структурных подразделениях органов власти. В обычной жизни насколько эти знания могут пригодиться, по Вашему мнению? Несомненно, пригодятся. Потому что сейчас у нас цель государства в области развития малого и среднего предпринимательства это формирование новой структуры экономики. И до 35% работающих к 2030 году должны работать именно у субъектов малого предпринимательства, в организациях малого бизнеса. Ну, знаешь, что муниципалитет уже не раз становился инициатором проведения всеразличных курсов, в том числе и для будущих предпринимателей, которые подают награнтовую поддержку за счет местного бюджета. Да. Обязательным, одним из обязательных условий участия в конкурсах на получение финансовой поддержки является наличие высшего образования по направлению подготовки юридическому, экономическому, либо прохождение курсов по основам предпринимательской деятельности. Начиная с прошлого года в рамках реализации муниципальной программы экономическое развитие администрации города организовываются бесплатные для участников курсы подготовки по основам предпринимательской деятельности. В прошлом году впервые такие курсы были проведены, в этом году мы планируем продолжить этот вид мероприятий. И традиционно мы их будем проводить в третьем квартале, примерно в то же время, когда будет объявлен конкурс для подачи заявок на участие в конкурсах финансовой поддержки. То есть нужно посещать сайт администрации, раздел экономики, подраздел развития малого и среднего предпринимательства, где оперативно вся информация размещается, в том числе информация о проводимых конкурсах и, соответственно, о тех мероприятиях, которые сопутствуют этому, в том числе курсы повышения квалификации по направлению основы предпринимательской деятельности. Я еще хочу отметить, что кроме этого администрации в ежеквартальном режиме проводятся семинары. Семинары проводятся в целях повышения правовой грамотности бизнеса общества, в целях исключения возможных нарушений, которые могут повлечь за собой административную ответственность либо другую какую-то ответственность. Тему мы стараемся подбирать наиболее актуальной, как правило, это изменения в законодательстве. Завтра, 8 февраля в 16.00, мы приглашаем всех субъектов, осуществляющих торговую деятельность. В сфере розничной торговли мы пригласили специалистов налоговой инспекции для обсуждения нового порядка применения контрольной кассовой техники. То есть это важные такие аспекты, которые нужны своевременно, потому что зачастую предприниматели нарушают законодательство не потому, что они хотят это сделать, а потому что от неграмотности, может быть, от незнания, то что они не успевают следить за изменением в законодательстве. Да, совершенно верно. Ну, Алексей, вопрос следующий к вам. Мы еще к образованию вернемся и не раз, наверное, за сегодняшнюю программу. Но что касается, вы в бизнесе уже более 20 лет, и что касается бизнеса в те времена и сейчас, есть разница? Есть разница. Ну, тогда еще бизнес только начинал развиваться, соответственно, было, наверное, попроще, во-первых, и с бюрократией, меньше было бюрократизма в стране. Было меньше конкуренции, то есть проще работать было. Ну, сейчас больше сложностей, больше органов, контролирующих предпринимателей. Насколько сегодняшнему предпринимателю необходимо быть грамотно подкованным в каких-то юридических тонкостях? Потому что, ну, зачастую тот человек, который там оказывает услуги, ну, грубо говоря, там, перевозки или изготовлением каких-то металлических конструкций, насколько ему необходимо все-таки владеть какими-то юридическими тонкостями сегодня? Ну, если предприятие большое, то, наверное, этим должен заниматься юрист. Вот. А для индивидуального предпринимателя, наверное, все-таки тяжело быть и юристом, и экономистом, и исполнителем и так далее. В общем, нужно получать образование, то есть это пригодится, конечно, в работе. Но я бы не ставил это вот прям в корень угла, как бы, да. Я бы даже сказал, что вот ограничение, которое у нас сейчас существует по участию в конкурсе, ну, оно тоже, наверное, не совсем справедливое, да. Потому что есть предпринимательская жилка у людей, которым талант, да, талант что-то делать. Да, совершенно верно. То есть высшее образование не всегда залог какого-то экономического успеха. То есть нужно, чтобы человек сам был настроен, нацелен на это и имел какую-то жилку, да, предпринимательскую. Было желание? Конечно. Милана, помимо того, что вы председатель союза предпринимателей, вы еще и у вас юридическое свое агентство. Как часто начинающие предприниматели обращаются за помощью? И насколько действительно сегодня в 2017 году сложно вот обращать внимание и знать все тонкости? Начинающие предприниматели, ну, они изначально обращаются для чего, с чего вообще начать свой бизнес, какую форму выбрать, то есть, тем более, если молодые начинающие предприниматели, они всех тонкостей не знают, они приходят на консультации изначально, даже не собираясь писать бизнес-план, просто с вопросом, что у меня открыто, МИП, ООО или там. То есть, есть идеи, есть чем заняться, есть мотивация и желание. Да, нужно знать, как это реализовать, через какие структуры сделать. У нас сейчас, в принципе, с открытием бизнеса, там, или ООО, проблем вообще не возникает. Это можно сделать, не выходя из дома. Все подавать через сайт налоговый, тебе придет уведомление на электронную почту, напишут, когда, во сколько тебе прийти с документами. А уже действующие предприниматели, они обращаются с наиболее крупными вопросами, исходя из той сверхдеятельности, в которой они работают. И, конечно, уже многие обращаются, когда проблема нарастает до такого, что без суда, допустим, там не обойтись. Сначала пытаются решить это как-то своими силами, без юриста, но в наше время это сложно. Законодательство меняется очень часто, не всегда можно за всем уследить. Мне даже как юристу иногда задают вопросы, я говорю, мне сначала нужно изучить, а потом я уже более конкретно скажу, чтобы просто не наворачивать. Вы знаете, что союз предпринимателей тоже неоднократно уже проводили консультации бесплатные именно по консультации юридических вопросов. На консультации приходит очень много, и из населения, и из предпринимателей. У всех, конечно же, разные вопросы, так сказать, сложно именно, в какую сферу затрагивает. То есть вопросы, вот нельзя выбрать львиную долю вопросов, которые... Если взять, ну, население, если взять, ну, это, естественно, трудовое право, жилищное право. У нас сейчас очень у многих вопросы возникают к управляющим компаниям, как они работают. И семейное право. Это вот три наиболее, если у населения. У предпринимателей, те, кто занимается именно госзакупками по 44-му ФСЗ, сейчас проблема такая стоит именно по одностороннему расторжению контрактов со стороны заказчика. Предприниматели свои права отстаивают. Уже неоднократно с этим столкнулись в городе. То есть свои права отстаивают не только население, но и предприниматели? Да, естественно. Алексей, опять же вернусь к вам, потому что вы являетесь представителем уполномоченного по защите прав предпринимателя в Ямал-Анинском автономном округе. Насколько действительно необходимо защищать права и насколько уязвим сегодня предпринимателя в той или иной сфере, будь то от населения или от государства или еще от каких-то других аспектов? Настолько, насколько это возможно, надо защищать права. Но если проводится какая-то проверка, допустим, по мнению предпринимателя незаконная или внеочередная, то, конечно, нужно защищать свои права и нужно обращаться за помощью. Я думаю, что все, наверное, знают, что сейчас есть и налоговые каникулы для определенной категории предпринимателей. И проверки должны проводиться не чаще, чем три года. Однако, насколько я знаю, есть ситуации такие, что проверки все равно проводятся. То есть это своего рода. Ну вот, опять же, возвращаясь к тому, что еще там 10-15 лет назад, когда не было четко регламентировано тех же, касаемо тех же проверок, то есть предприниматель был более уязвим, чем сегодня, потому что сегодня, насколько сегодня четко установлены его права? Ну, сейчас, да, наверное, за это время пришли к пониманию того, что все должно быть регламентировано, понятно, чтобы бизнес заранее мог предвидеть какие-то трудности. Ну, раньше, я еще раз скажу, что было меньше надзорных органов. Сейчас их огромное количество, поэтому... Но это своеобразные палки в колеса. Ну, проще жить предпринимателю не стало по сравнению с 10-летней давностью. Ну, как раз образование, наверное, будет помогать человеку разобраться в справедливости или несправедливости к нему отношения со стороны разных органов. Ну, с одной стороны, больше огромное количество надзорных органов, да, которые следят за деятельностью, тем самым, может быть, где-то обезопасят население от недобросовестных предпринимателей. С другой стороны, это помощь от государства, от муниципалитета, грантовая поддержка. То есть, знаю, что многие присутствующие здесь даже являются грантополучателями или в какой-то другой сфере получали какую-то поддержку от государства. Насколько, Денис, наверное, к вам обращусь, потому что знаю, что вы уже 5 лет или более 5 лет являетесь индивидуальным предпринимателем. Из сферы, скажем так, муниципальной сферы вы ушли в свое дело. Насколько грантовая поддержка на начальных стадиях все-таки вам помогла? Ну, данная поддержка помогла в том плане, что помогла закупить часть оборудования для осуществления своей деятельности в области проектирования, обследования зданий. То есть, то, что осуществляется грантовая поддержка и субсидирование от каких-то затрат, это большой плюс. И за это государству можно сказать спасибо, потому что это не приятный бонус такой, который, конечно, не закладывается целенаправленно при бизнес-планировании. Но, пользуясь им, и если это все там честно проводится, то поддержку это определенную дает, то есть начинающему бизнесу. Напомню нашим телезрителям, телефон нашей студии 2-16-38, мы работаем в прямом эфире и в любой момент вы можете дозвониться и обратиться к одному из наших гостей. Что касается, опять же, вернусь к грантовым получателям. Вот некоторые не раз слышали о том, что вот три года отчетности, обязательная отчетность, которая существует при получении гранта. Но, опять же, это залог того, что денежные средства не будут направлены куда-то на то, чтобы, ну, к примеру, приобрели оборудование, через год мы закрыли наше предприятие, оборудование пустили с молотка и получается наличка, как говорится, в кармане. Целевое использование должно быть, конечно. Совершенно верно, целевое использование. При целевом использовании это значимая или незначимая поддержка? Так, то есть, оно должно быть как раз таки целевой, чтобы было конкретно, то есть, да, понятно, в первую очередь, самим распорядителем данных финансовых средств. То есть, есть вот сумма, есть то, на что она потратится, а уже эффект от этого будет отслеживаться при как раз отчетном документе. Ну, плюс еще, наверное, мотивация какая-то, своеобразная мотивация, которая, да, вроде как денежки взял, потратил, будь добр, но нужно воплотить. И у нас есть первый дозвонившийся, мы готовы принять звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана. Я бы хотела задать вопрос нашим предпринимателям по поводу поддержки имущественной со стороны муниципалитета. Есть ли необходимость поддержки в качестве предоставления земельных участков для развития малого и среднего бизнеса? Их мнение хочется услышать. Спасибо большое за звонок. Кто возьмется ответить? Ну, я думаю, что да. Неразрывно связана деятельность именно с земельными участками и архитектурой. Да, то есть такая потребность есть, потому что если рынок, в данном случае строительный, застройщики хотят строить в городе, то это вложение в нашу инфраструктуру, в развитие нашей городской среды. Хотелось бы, чтобы больше земельных участков выставлялось под аренду, либо продалось право собственности на них. То есть, конечно, с предусмотренными подключениями. Инженерных сетей. Да. Ну, вот с этим у нас действительно есть определенные сложности, потому что даже и объекты социального назначения тоже под вопросом многие, потому что проблема со старыми инженерными сетями, с подключением. Как часто? Вот вы непосредственно проектируете новые какие-то здания. Часто встречается вот эта сложность? Ну, она тут как бы не то чтобы сложность, а определенные трудности имеются, потому что в вопросе получения технических условий, то есть не раз уже поднимали эти проблематику. То есть не хватает в этом вопросе, мне кажется, прозрачных правил. То есть чтобы человек, допустим, даже не имея профессионального образования, как у меня, либо у моих коллег, мог прийти в организацию, посмотреть, получить исчерпывающий перечень того, что ему нужно, и тех условий, при которых он эту услугу получит. То есть и таким образом любой человек мог обратиться, орган или служба, которая выдает данную, оказывает данную услугу, проверила по перечню, посмотрела по своим каким-то мощностям и дала. То есть бывают случаи, когда говорю, что одни получают данную услугу, другим отказывают, хотя, казалось бы, там смежные два объекта. То есть у нас такое есть, и, мне кажется, создание прозрачных правил как раз поможет уйти от этого. Как вот получилось, допустим, при получении разрешительных документов на строительство, то есть раньше в свое время, 5-10 лет назад, то есть было тоже много препятствий, связанных с субъективными какими-то оценками того или иного проекта. То есть сейчас мы от этого ушли. Есть определенный городостроительным кодексом перечень требований, есть коллективный орган, когда вопрос согласования отдается на откуда неконкретному руководителю либо служащему. Более комиссии, да? Да, комиссионный отбор всегда есть, разные точки зрения, и в дискуссии всегда найти легче, найти решение того или иного вопроса. Как бы у нас, в нашем городе такая практика, допустим, успешная работа, мне на мой взгляд кажется, в отличие от того же Салихарда, где еще все действует. По старинке еще действует. Ну, опять же, у нас в студии находится начальник управления экономики, и он представляет непосредственно администрацию. Насколько, Таль Юрьевич, часто проводятся какие-то собрания, встречи, где предприниматели вот о таких проблемах могут в открытую заявить, рассказать, объявить, скажем так, проблемные моменты, на которые нужно первоочередно обратить внимание, как городских властей, так и, может быть, окружных или какие-то другие. Ну, следует отметить, что с 2008 года создан коллегиальный орган, такой как Совет по развитию предпринимательства. Мы практикуем заседание Совета сейчас в открытом режиме, вопросы формируются непосредственно предпринимателям в большей части. И открыты для диалога и организации таких встреч мы, можно сказать, круглосуточно. Во всяком случае, в любое время, без предварительной записи, к нам всегда можно прийти в администрацию, обозначить вопросы какие-то, в случае необходимости организовать встречу с представителями госструктур, органов местного самоуправления, органов администрации. В прошлом году мы проводили рабочую встречу как раз на ту тему, которую сейчас Денис Витальевич обозначил по вопросу подключения к инженерным сетям. Здесь стоит отметить, что это элемент инвестиционной привлекательности, и в этом направлении огромная работа развернута. Сейчас на уровне правительства существует несколько дорожных карт, которые по каждому из направлений, газификация, подключение к тепловоду сетям, электроснабжение, предусматривают мероприятия, которые непосредственно должны исключить все вопросы, связанные с проблемами подключения объектов к сетям. Мы надеемся, что реализация этих мероприятий даст свои плоды, и уже в скором времени предприниматели не будут отмечать данные вопросы в качестве ключевых ограничений. Опять же, в скором времени, если примерно, хотя бы, год, два, пять, десять лет, на какую перспективу рассчитана эта программа? Срок реализации мероприятий там, он не длительный. То есть, 17-18-е годы это будут уже завершенные этапы, когда и прозрачность получения тех условий, и дальнейшие все мероприятия должны быть реализованы в полном объеме. Алексей, к вам вопросик. Насколько действительно местные предприниматели готовы инвестировать в развитие своего города? С Денисом буквально на днях мы подготавливали материал. Он сказал о том, что действительно очень много проектов именно от местных предпринимателей. Какие сложности? Вот вы сами ответили на свой вопрос. Какие сложности? Насколько интересно. Если проекты есть, значит, есть люди, которые хотят, скажем, вкладывать деньги, развиваться. Это хорошо. Я считаю, что таких людей надо как-то только поощрять, как говорится, брать за ручки, вести и делать все возможное для того, чтобы они осуществили свой проект. Какие сложности? О сложностях? Ну, мы постоянно разговариваем о сложностях. То есть, ведем диалоги, говорим. Еще бы помимо разговоров был бы какой-то результат. Вот как бы Тали говорит, что там 2-3 года программа должна отработать. То есть, это длительные сроки. То есть, если мы составляем какую-то программу, это всегда год, два, три. Все должно быть гораздо быстрее. То есть, поговорили, и должны быть определенные решения, должны быть сделаны какие-то действия. А чаще всего это только разговоры. Ну, опять же, что касаемо разговоров или возможностей той же грантовой поддержки. Вот в больших городах, возьмем такие, как, пускай столица наша, Москва, пускай это будет Самара, многие другие города, там, Казань, где в Иране, в Новосибирск, да, мы тоже обсуждали этот момент. И такой провинциальный город, как Лабутнанги. Где проще? Грантовая поддержка, это, ну, как вот Денис сказал, что это как бы, ну, это хорошо, за это можно сказать спасибо, но это не решение каких-то вопросов или проблем, да. Тут больше даже, наверное, надо помогать не предпринимателям тогда, а энергоснабжающим организациям. То есть, дать им столько денег, чтобы они проложили сети по всему городу, допустим, там, да, газосети, там, теплосети, водосети, водоотведения и так далее. У нас вопросы постоянные, проблемы постоянные с косами, да, то есть с очистными сооружениями. Ну, сейчас ведется строительство второго очереди. Мы сколько говорим об этом, опять-таки, мы все время говорим, то есть, где окончание этих разговоров, их не видно. Вот все вот эти проблемы, они постепенно должны решаться. Что касается, опять же, образования, вот затронули тему о том, что необходимо начинающих предпринимателей. Знаю, что и вы, Милана, тоже проводили курсы. Да, проводила курсы от Института повышения квалификации города Челябинск, которые заключили контракт с нашей администрацией в два этапа. По два дня курсы эти проводились именно для тех, кто участвовал в грантах, ну, в принципе, для всех начинающих предпринимателей. Темы затрагивались, также большая тема была и по бизнес-планированию, и вообще, что такое предпринимательская деятельность, что необходимо для начала предпринимательской деятельности, и как ее лучше вести. Ну, здесь, конечно, советов можно много дать, но фактически, когда каждый начинает вести предпринимательскую деятельность, он понимает, что это не просто, если у тебя есть деньги, начал там свой бизнес вести, что не все просто. К слову о деньгах. У нас Анастасия тут уже заскучала, мы тут такие бурные вопросы начали обсуждать, Анастасия вовсе заскучала. Настя, скажи, пожалуйста, насколько необходимо быть не только еще юридически, но и в линии бухгалтерии? Насколько необходимо просчитать, насколько это экономически выгодно? На самом деле, вот даже когда семинар проводили в администрации, первый вопрос всегда, ИП или ООО, это однозначно, да, люди выбирали между. И какое налогообложение выбрать? То есть каждый хочет выбрать такое налогообложение, да, чтобы платить меньше налогов. Начинается очень много вопросов. Вот, и, естественно, уже в основном вот индивидуальные предприниматели, да, у нас, они выбирают упрощенное налогообложение, да, И не могут определиться между доходы и расходы, или просто доходы. Начинают просчитывать это все. Тут уже как бы и юридический аспект в плане того, что бизнес-план, да, какой он будет. То есть если доходы превышают, да, там, расходы, то, там, или расходы превышают доходы, то есть люди уже начинают. То есть вопросов тоже много возникает? Очень много, да. То есть по образованию, какие нужны аспекты именно? Ну, экономически, ну, тут тоже, да, вот правильно Алексей сказал, что нельзя быть и бухгалтером, и юристом, и директором одновременно. То есть если это большое предприятие, то у каждого должна быть своя деятельность. Если это один индивидуальный предприниматель, который начинает небольшую свою деятельность, то, конечно, нужно понимать, да, что какой шаг ты сделаешь дальше, просчитать это. Сейчас очень много помощи со стороны интернета для индивидуальных предпринимателей. Не надо быть бухгалтером. Можно подключиться к разным программам, такие как Контур, например, да, и ты вводишь просто свои доходы, и она тебе считает, сколько ты должен заплатить налога. Некий калькулятор, который помогает. Если, да, это для небольших, малых предприятий. Что касается больших, конечно, там уже у каждого должен быть. В этом отношении по налогам могу дать совет по УСНО. Выбирайте 6%, то есть никто к вам не пристанет, правильно? Заплатили 6% и спите спокойно. То есть доходы минус расходы – это ошибки. Чаще всего встречаются с тем, что можно принять к расходам, что относится к доходам. И все это в конечном итоге выливается в штрафные санкции налоговой инспекции и так далее. То есть если есть возможность заплатить 6%, то лучше выбирать, наверное, эту категорию оплаты. Алексей, вот опять же, как представителю полномоченному по защите прав предпринимателей, с какими вопросами можно обращаться к вам в городе Лабутнанге, лабутнанским предпринимателям? Я бы хотел, чтобы обращались с любыми вопросами, все, что касается предпринимательской деятельности. То есть если у кого-то есть вопросы, то есть, ну, как бы всегда рад помочь тем, что я знаю. В крайнем случае можно обратиться и непосредственно к уполномоченному и заявлениям, и просто съездить, обсудить какой-то вопрос. Главное, чтобы люди не боялись, ну, вернее, как бы не стеснялись, наверное, правильно сказать, обращаться за помощью. Ну, а зачастую умалчиваем, где-то копим эти проблемы, а они потом как снежный ком накапливаются и вливаются в большие проблемы. Ну, это немножко, да, может быть, такой русский менталитет, что каждый старается сам решить свой вопрос, а решив его, в принципе, успокаивается и дальше уже ведет, как говорится, свой бизнес, не касаясь других. На тему бизнеса можно говорить часами, и вопросов достаточно много, и хороших, и не совсем хороших, и проблемных. Но все же хотелось отметить и узнать ваше мнение. Остается буквально 10 минут. 7 февраля, это впервые теперь празднуется и планируется в дальнейшем праздновать День российского бизнес-образования. Насколько он необходим, этот день, по вашему мнению? И какие темы должны подниматься на вопрос в этот день, обсуждаться? Ну, как я уже отметил в начале нашего разговора, Я все-таки надеюсь, что со школьной скамьи будет прививаться вкус к бизнесу, и следующее поколение россиян будет уже более активно в плане предпринимательской инициативы. Как раз здесь будет в тему, мы как раз от союза предпринимателей планируем провести круглый стол с выпускниками 9-11 классов. На тему мы выбрали интересную формулировку, предприниматель это профессия или призвание. Там мы думаем, что каждый выпускник в итоге для себя должен будет понять, что это для него. Или профессия, или призвание. Для меня так это и то, и другое. Потому что профессия, там надо их несколько иметь, этих профессий. Ну, пусть у тебя их не будет по диплому, но в жизни придется изучить. И призвание, потому что предприниматель это твоя жизнь. Если на госслужбе мы ушли с работы, где-то про нее забыли, то есть если ты предприниматель, это у тебя ежеминутно, круглосуточно, и в сутках у тебя 25 часов, если не больше. Когда планируется проведение круглого стола? Ну, я думаю, это начнем мы где-то в конце февраля. И то есть это по всем школам? Мы или по всем школам, или просто соберем, да, где-либо выпускников, да, и проведем этот круглый стол. Денис. Ну, я согласен, как бы поддерживаю идею создания такого праздника. Вообще, в принципе, в нашем обществе, мне кажется, надо не то, чтобы культивировать, но, по крайней мере, развивать традиции и вообще предпринимательство как сферу жизнедеятельности нашего, как врачи, органы правопорядка, простые граждане, служащие государственными или муниципальными. Такой же класс есть, должен формироваться и среди предпринимателей. То есть, который может, конечно, может быть, не всегда он совсем удобен нашим, с тем, с кем приходится нам взаимодействовать за счет своей напорности, либо умения в попытках отстаивать свои интересы, но если он есть, если это как раз такая обратная связь для общества. Ну, сейчас вряд ли можно современное общество можно представить без предпринимателей или бизнеса общества. Это действительно так? Поддерживаю. То есть, это нужен праздник? Нужен праздник и нужно развивать это, потому что и в нашем городе очень многие хотят стать предпринимателями, но не могут сделать этот шаг. И спасибо администрации, которая помогает и субсидиями, и союз предпринимателей у нас есть, который также помогает сделать этот шаг, открыть организацию и начать работать в этом. Алексей, вам, скажем так, завершающее слово, потому что действительно уже более 20 лет, как я уже ранее говорил, в бизнесе. И если сегодня кто-то стоит на грани того, чтобы все-таки кардинально поменять свою жизнь и начать открыть свое дело? Что для этого нужно и стоит ли это делать? Да, если есть желание, конечно, стоит. Это же определенная независимость. Ну и в то же время же обязанности определенные. И обязанность, конечно. Риск. Это тоже немаловатно. Ну все вместе, но в этом жизнь и состоит. То есть, если человек верит в то, что он хочет сделать, то вперед. Остается только помогать этому человеку. Вот мы сейчас говорим про помощь муниципалитета, в грантах и так далее. Почему-то не сказали относительно того еще, что очень много поддержки в округе. Я хотел бы напомнить, что департамент экономики, ЯНАУ, проводит тоже много конкурсов. Это и, значит, есть лизинговая компания, ЯМАЛ, которая дает на сегодняшний день, наверное, самые низкие проценты по удорожанию. Это и субсидирование определенных процентов по кредиту и первоначального взноса. То есть, достаточно большой спектр помощи. И она действительно работает. То есть, многие получают эту помощь. Поэтому вот эту информацию нужно доводить до предпринимателей нашего города, чтобы они тоже могли воспользоваться этим. Опять же, день бизнес-образования – это же не только повод порадоваться, скажем так, но и обозначить какие-то сложные моменты. Я против всяких праздников. Их достаточно много. Как бы заниматься надо все-таки делом больше, а не праздновать. Ну и залог успешного бизнеса. По праву могу вам задать этот вопрос, потому что вы являетесь успешным. Дешевые кредиты. Залог успешного бизнеса на сегодняшний день тоже относительно кредитов. Это помимо всей вот этой обертки желания, целеустремленности, трудолюбия, бессонных ночей, ссор дома. Да, очень важный еще доступ, скажем так, к финансированию. Не только к помощи, а именно к финансированию через банки. Что на сегодняшний день очень тоже тяжело. То есть для получения кредитов требуется очень много залога. Залог оценивается банками чаще всего в 2, а то и в 3 раза. Да, дешевле. Проценты по кредиту, мы тоже все знаем, что они не маленькие. Сейчас у нас даже за неиспользование кредита, допустим, по кредитной линии, то начисляют проценты банки 2%. В Европе, скажем, по 2% кредит дают, а здесь начисляются то, что ты не пользуешься этими деньгами. На самом деле вот проблемы. Будем надеяться, что с годами этих проблем будет становиться меньше, и для развития собственного дела будет все больше и больше тех дорог, где горит зеленый свет. Будем очень надеяться. Ну и я думаю, все-таки быть этому празднику, Дню бизнес-образования, 7 февраля, теперь мы будем ежегодно его отмечать. Но хотелось бы пожелать всем, действительно, кто стоит на пороге, если есть желание, то почему бы не попробовать себя в каком-то своем деле. А вдруг все получится, и потом скажете, здорово, как все-таки я сделал этот хороший шаг. Ну, большое спасибо нашим телезрителям за то, что этот час провели вместе с нами. Большое спасибо вам за то, что согласились и приняли участие в сегодняшней беседе. Встретимся на канале Лавутнанского телевидения уже через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова